Без жертв. В Балхаше сгорела дача. Стипендия имени Куляш Пасиитовой. Обладательницей стипендии стала воспитанница школы искусств. В Балхаше сгорела дача. Накануне в 6 утра на пульт пункта спасателей поступило сообщение о пожаре в садоводческом обществе. По прибытии на место вызовы огнеборцам установлено горение на общей площади 80 квадратных метров. Это деревянные конструкции дачного домика, вещи, мебель, пристроенные, хозпостройки и деревянный забор. Жертв и пострадавших нет. Причиной пожара послужило воспламенение изоляции тока ведущих элементов обогревателя. Вследствие короткого замыкания. Были задействованы силы и средства СПЧ-4, 11 человек лично состава и 3 ДНИС автоцистерна. Также хотелось бы напомнить о правилах пожарной безопасности. Не включайте одновременно несколько приборов большой мощности. Не используйте электропровода с поврежденной изоляцией. Не допускайте эксплуатацию неисправных печей на твердом топливе. Своевременно очищайте дымоходы от сажи. Не сушите горючие материалы вблизи печей и обогревателей. Не допускайте игр детей с огнем. Следите за исправностью всех электробытовых приборов. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим звонить на номер 101 или 112. В Балхише с начала года более 100 водителей лишились водительского удостоверения за вождение в нетрезвом состоянии. 20 из них были привлечены к административной ответственности. В отношении одного водителя возбудили уголовное дело за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на это, водители продолжают нарушать правила. Это грозит опасностью для всех участников дорожного движения. Для недопущения подобных фактов сотрудники прокуратуры города и патрульной полиции с 26 ноября по 2 декабря провели рейдовые мероприятия. В дальнейшем планируется проводить подобные рейды на постоянной основе. В честь Дня независимости болхарская молодежь встретилась с декабристами. Это те люди, которые собственными глазами видели и участвовали в декабрьских событиях. В городе их 13 человек. По их словам, декабристы делятся на две категории – участники и жертвы. Продолжение следует... Большинство болхарских выпускников в те годы отправились в Алматы для поступления и дальнейшего обучения. Выпускники, вышедшие из стен школ, также совершеннолетние граждане отправились на восстание. Свидетельница декабрьских событий Гульнара Симханова, ныне педагог. В то время девушка училась на третьем курсе Алматинского педагогического института. Гульнар навсегда запомнила события, перевернувшие судьбы студентов. Никто не думал, что ситуация после ухудшится. Конечно, было много студентов. В то время площадь называлась «Площадь прежнего». Молодость этих студентов оборвалась. Например, студенты Университета ветеринарной медицины, расположенного рядом с площадью, провели лозунг «У каждой нации есть свой лидер». Среди них был и наш соотечественник Жалель Ауезула. Охота с ловчими птицами – великое искусство времен кочевников. Это древняя традиция, укоренившаяся у казахского народа. Популяризировать данные искусства среди молодежи Балхаша приехал главный тренер охоты с ловчими птицами страны Базарбек Кунтуган. Он провел встречу со студентами, рассказал о традициях национальной охоты и дал рекомендации тем, кто в будущем хочет стать биркотша. «Сегодня в первый раз едем в регионы. Думаю, в Балхаши он прошел на очень высоком уровне. Мы посетили четыре разных колледжа. Два года назад в Шельском районе на международном уровне к 125-летию Сифулина прошли соревнования, где участвовали несколько стран. Считаю долгом каждого казахстанца прославлять наш национальный вид спорта и национальную ценность. В случае заинтересованности мы всегда готовы поддержать желающих». Обладательница стипендии имени Куляш Байсиитова и стала воспитанница Детской школы искусств. По решению педагогического совета ежегодный грант в этом году присужден Дане Сыздыковой, ученице по классу флейты. С декабря и до конца учебного года она будет получать ежемесячную стипендию 10 тысяч тенге. Также награды удостоилась и преподаватель Даны Светлана Шухатаева. Ей вручили грамоту Хурмет за вклад, внесенный в сферу образования и за творческие заслуги. Стоит отметить, что эта премия традиционно присуждается лучшим учащимся выпускных классов школы искусств. «Она победитель международных региональных конкурсов духовых инструментов именно профессионального направления. А также она у нас активная участница всех мероприятий, концертов, которые проводятся в рамках города и нашей школы. И сейчас мы сегодня хотим Дане вручить сертификат, а также разместить ее фотографию на доску почета». «Я очень рада, что стала стипендиантом имени Куляж Байсейтовая. Хочу поблагодарить детскую школу искусств, где всегда мотивирует учащихся. Также выражаю благодарность всем преподавателям, которые нас учат и открывают нам новые двери». Субтитры создавал DimaTorzok